Малоподвижный образ жизни, чрезмерные увлечения компьютером и смартфоном наносят быстро растущему организму ребёнка серьёзный урон. Помимо снижения зрения, ожирения, кислородного голодания, молодое поколение приобретает множество различных нарушений, связанных с деформацией позвоночника. Как следствие, неутешительный диагноз, на снятие которого порой понадобятся годы упорной работы и медикаментозное лечение. Естественно, когда происходит скривление позвоночного столба, нагрузка и на все внутренние органы. То есть, страдают и сердце, и лёгкие, практически все органы, которые находятся у нас. Ну, тут вопросы, понимаете, могут быть и операбельные вопросы. То есть, если действительно большое какое-то искривление, естественно, мы уже предлагаем операбельное лечение, предлагаем корсетное лечение, корсет Шино предлагаем нашим деткам. Этот корсет назначается уже после 20 градусов, то есть не все дети могут носить эти корсеты. А когда уже искривление второй степени, 20 градусов, естественно, мы предлагаем и такое лечение, чтобы немножко снизить нагрузку на позвоночный столб и на внутренние органы ребёнка. К сожалению, многим родителям приходится сталкиваться с последствиями своего невнимания к осанке ребёнка. Ежедневный контроль за тем, как он сидит, когда принимает пищу или делает уроки. Личный пример в занятиях плаванием или физкультурой. Могли бы помочь избежать малышу неприятного диагноза, подчеркнула Ирина Владимировна в нашей беседе. Активный образ жизни, здоровый образ жизни вести. То есть не создавать дома, допустим, какой-то отдых. То есть выходить на улицу, отдыхать, гулять. Очень хорошо плавание. Плавание браса мы советуем нашим детям. Два-три раза в неделю по возможности ребёнок должен посещать бассейн. И вообще, утром встав, ребёнок должен всё-таки сделать какую-то определённую зарядку. Встал, сделал зарядку 15 минут в день. Это достаточно для ребёнка. В случае, когда родители заметили первые признаки деформации позвоночного столба у своего ребёнка, следует незамедлительно обратиться за квалифицированной помощью в детскую поликлинику. Только после обследования специалистам может быть поставлен правильный диагноз. Самолечение зачастую приводит к упущенному времени и прогрессированию заболевания, когда занятий физкультурой и плаванием, чтобы справиться с проблемой, будет недостаточно. Школа наша занимается лечением и обучением детей заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани. Это сколиоз, это кифоз, это лордоз, и иные сколиотические деформации позвоночника. Школа рассчитана на 240 учащихся. Для того, чтобы ребёнок был зачислен в школу, для этого необходимо предоставить заключение врачебно-консультационной комиссии, которая по месту жительства берётся. Для этого необходимо пройти медико-педагогическую комиссию, которая работает на базе нашей школы. Это специальное медицинское отделение первой детской поликлиники города Бреста. Направление специалистов ребёнка на лечение и обучение в профильные учреждения в большинстве случаев у родителей вызывает тревогу и нежелание расставаться со своим чадом. Очень важно, чтобы в этот момент они руководствовались здравым смыслом, а не собственными эмоциями. Брестская санаторная школа-интернат – одно из старейших специализированных учреждений в республике. Наработанная за десятилетия существования школы, база и опытные сотрудники помогут ребёнку не только справиться с недугом, но и приобрести необходимые знания и навыки для поддержания здоровья и борьбы с заболеванием. Школа достаточно необычна, потому что здесь дети находятся круглосуточно. Но вместе с тем в субботу, воскресенье, каникулярный период, дети приходят к себе домой, живут в семьях. В период адаптации, который, как правило, родители волнуются, проходит достаточно безболезненно. Работает слаженный коллектив, который с любовью, с трепетом относится к детям. 62% учителей – это педагоги с высшей категорией. Школа работает по общеобразовательной программе, но учитывая физические особенности детей. Классы оборудованы специализированными партами, и процесс обучения происходит с учётом медицинских показаний. Медицинские работники определяют степень, тип сколиотической деформации, и уже в зависимости от данной информации учителя корригирующих дисциплин индивидуально под каждого ребёнка составляют свою оздоровительную программу оздоровления. Борьба с недугом в санаторной школе ведётся по всем направлениям. Лечебная физкультура, плавание, адаптивная физкультура и ряд занятий, способствующих оздоровлению ребёнка, а также широкий спектр физиотерапевтических процедур укрепят здоровье обучающегося. Главное помнить, что сколиоз – это не приговор, и начатое вовремя лечение вернёт ребёнку красивую осанку. Наталья Луговкина, Григорий Пекарский, Дмитрий Лосарчук, телекомпания БУК-ТВ.